всем привет дорогие друзья это обзор моей оснастки для аккумуляторного лобзика какой лобзик я использую лобзик я использую makita аккумуляторный djv 182 но также есть у меня еще и сетевой лобзик который я ремонтировал несколько лет назад там тоже я выкладывал видео о ремонте штока кому интересно зубровский там на 650 ватт в общем у меня таких инструментов пара один аккумулятор один сетевой ну и соответственно как для любого инструмента нужна оснастка да то есть чем пилить и опять же конечно зависит что вы будете пилить в основном я работаю деревяшками мастерю изобретаю скажем так но также иногда пилил и металл крайне редко для металла соответственно нужны пилки по металлу имейте это ввиду они совсем иначе выглядят они имеют другой зуб но и соответственно назначение здесь у меня в основном пилки по дереву по металлу по моему там будет всего лишь одна или две итак но прежде всего что хочу сказать все кто хоть раз пилил деревяшку все прекрасно знают что подрываются волокна волокна можно подрывать по разному можно отрывать так что вам придется очень долго шлифовать на чтобы исправить эти погрешности либо можно обрывать волокна пилкой так что их будет в принципе незаметно этих дефектов на что и что это влияет конечно влияет размер зуба его развод и ну и соответственно как мы можем на пилке это понять это прежде всего быстрый рез например указывается соответственно более агрессивный грубый рез такие слова на пилках пишется здесь опять же нужно учитывать направление движения но как мы поведем по материалу доске грубо говоря поперек волокон вдоль волокон имейте тоже ввиду это такой краткий экскурс кто если смотрит впервые или кто вообще не задумывался зачем куча пилок различных если вы выполняете работу но не несколько скажем так раз одну и ту же и вы хотите сделать это хорошо конечно вам придется обзавестись если вы работу выполняете один раз и больше никогда и не будете выполнять то вы можете использовать пилку в принципе но какая у вас попалась то есть я вот так скажу вот итак грубые резы получаются когда имеется во первых малое количество зубьев на определенном расстоянии на дюйме до тп и и такой параметр есть это также как и с ручными ножовками имейте ввиду но и соответственно также и с пилками для электролобовского данном случае здесь вот на примере указан 6 тп и шаг зуба то есть шаг зуба насколько их соответственно вот этим пилками я работал покажу поближе вот достаточно крупные имеют достаточно большой развод зубьев видно здесь сюда как они в разные стороны вот эта пилка перед довольно грубо но быстро очень неплохие и хотел еще такой наборчик купить но короче погуглил вот именно такого артикула я не нашел есть такие же только с белой у меня темной пилки это белый потому что те искал по этому номерку мне не очень понравились в принципе вот то что иногда мне нужно пусть грубо отпилить но на скорость это прям очень классные пилки вот именно вот такого артикула такой фирмы ну я думаю что даже можно не смотреть на фирму вот параметрам смотрите это 6 тп и достаточно крупный развод но это видно даже через блистер когда вы покупаете можно не вдаваться потому что у меня еще зубровские пилки были тоже классно пилит но соответственно быстрый рез он на той быстрый вот но дело в том что быстрый рез не всегда пилит вдоль именно быстро то есть здесь как бы параллельно быстрый рез и дерево фанеры дсп там и так далее но не всегда они пилит поперек конечно же намного быстрее вдоль не всегда пилится быстро это будет зависеть от материала на опять же от той же пилки потому что для продольного пиления тоже пилки существуют вот то есть вот эти пилки прям прикольно никому захочется если то погуглите что-то подобное вот там по моему больше есть тоже вот такие быстрый рез дома у многих этих производителей все не будем долго заострить внимание так бы с быстрым резом разобрались рваные края да это потребует дальнейшей обработку еще выкружены резы вот этими пилками тоже классно получается почему вот есть пилки для криволинейного реза они вот более тонкие сейчас покажу вам как они устроены то есть у них тело более узкая и они типа для фигурного реза вот вот эта пилка в данном случае мне не очень понравились во-первых тут зубья довольно мелкие по фанерке до пилит неплохо но если какую-то дащи чуть-чуть потолще то здесь уже такое себе вот и поэтому вот у меня остальные пилки не открытые то есть попользовался одной попробовал мне не очень понравилось вот в плане как бы фигурного реза хотя на тонкие дощечка да неплохо но чуть более толстая доска я брал просто обычный быстрый рез и также на фигурном за счет развода она нормально пилит то есть по сути для криволинейного что-то выпиливаете можно взять быстрый рез с грубыми они будут разрывать сильнее конечно волокна но вы сможете выпилить там какой деталь по контуру ну а потом как обычно это бывает все исправляют это фрезером с обгонной фрезой вот то есть вот такого формата пилка ну как бы мне вот просто не очень понравилось подачи по доске работать по фанерке да нормально откладываем в сторонку дальше вот ну соответственно артикул смотрите кому что кто чем работал может тут не согласен со мной я лишь делюсь только своим опытом вот эти пилки почему у меня их осталось всего две вот эти пилки уже поинтереснее чем они интересны во первых здесь совсем другой зуб он более агрессивный имеет развод но интересно то что тело тоже более узкое соответственно на поворотах им как бы маневрировать удобней это к вопросу что вот например вот эта пилка если кто не поймет о чем я видно на ширину полотна как вы в разрезе проще повернуть вот эту ли вот эту как бы я думаю тут уже все прекрасно поняли о чем я веду речь вот вот эти пилочки поинтереснее на доске себя ведут но достаточно хрупкие то есть вот она сейчас чуть сильнее раз и все и хрупнет я их одну я сломал достаточно быстро другими я попользовался в принципе они но неплохо себя ведут вот эти прям ничего так твердая четверка примут но это на моем скажем так понимание прям вот мелочь понравилось вот это нормально дальше был такой набор как бы здесь их три штуки соответственно тут тоже им пользовался упаковка конечно порвалась меня пришлось заклеить и скотчем покажу поближе этот наборчик соответственно каждой пилочки тоже есть свои назначения может быть кому-то интересным поближе как раз таки посмотреть что-то это пилочки вот такие то есть видно что некоторыми из них я работал вот это не работал вот но здесь у нас чистый рез есть видно как выглядит зуб для чистого реза но тут никакого развода по сути пилочка очень тонкая здесь это по моему мультиматериал если мне память не изменяет так b52 у нас дерево металл идет указан то есть вот это пилочки я не пилил но здесь смотрите дерево металл видите по зубьям как они сделаны и само такое полотно широкое далее 51 у нас это у нас тоже вот такая пилочка здесь у нас она получается по металлу это к вопросу как они выглядят вот смотрите мелкий зуб небольшой развод и вот например так же потому дерево как это выглядит если кто впервые смотрит вот и как я уже говорил чистый рез по дереву получается вот она b50 достаточно чистый пилит за счет ширины она держится в пропиле хорошо достаточно легко вести ровную линию но опять же как легко конечно же лобзиком вы не отпилить так как на циркулярки или на распиловочном столе тут как бы надо это понимать как вот и не старайся в любом случае результат вас может огорчить даже при хороших пилок все равно это очень проблематично сделать идеальный рез не это не циркулярка как ни крути идем дальше вот этот наборчик я приобрел мне понравился по качеству пилок я не могу сказать что я ими работал но параметр 6 тп и да как я уже говорил достаточно такие крупные зубья с хорошим разводом я думаю что будет пилите достаточно хорошо и чисто ну соответственно указано extra clean то есть супер чистый рез вроде как не могу ничего сказать но так внешне я думаю что должны пилить хорошо это меня такой запас на будущее планирую как вот будет тепло поработать вот этим пилочками я работал биметалл здесь какая особенность смотрите ну во первых это более удлиненное для более толстого материала я покупал пилить брус но мне не понравилось вот одна пилочка в ходу почему мне не понравился здесь идет комбинированный зуб от 6 до 12 то есть раз ближе покажу как это выглядит то есть зуб идет по переменной часть зубьев мелкая часть более крупная часть мелкая часть крупная в общем мне как-то не зашло не знаю я что-то ожидал большего вот именно в скорости реза мультиматериал возможно то есть если вам попадется там какая-то древесина с гвоздями как указано дсп или еще что-то там ламинаты какие-то типа сэндвичи и прочего возможно это будет более оправданно используем таких пилок а так вообще в принципе для длинных пилок если чисто по дереву вот у меня нету пилки сейчас другая на еще более длинная пилка от крафтула была я покупал давно в чем суть она была с более агрессивным зубом и вот я пилил сотый брус так как происходило вот чтобы прям хорошо отпилить кажется она будет уводить она не будет уводить на толстом материале знаете почему вот представим что это брус а вот это соответственно пилочки и вот когда она запиливаете вы я чуть-чуть главное чтобы она запилилась у вас аккуратно ровно там край черты и дальше потом а ее за в толщине материала уже не будет уводить если вести очень медленно она будет в материале вот так вот шагать и она брус вам в принципе отпилить если он там не супер какой-то волокнистый по волокнам не уйдет но не стоит бояться длинными пилками пилить толстый материал прям по всей толщине бруса вы ее настраиваете главное начать только ровно и дальше потом вот попробуйте такой совет но пилку надо брать не такую то есть надо брать опять же чисто по дереву какой-то быстрый рез грубый рез там что-нибудь такое на 6 тып и не комбинированными это мне не понравилось вот это потому что не совсем для той задачи их купил вроде как мультиматериал если что-то попадется в общем по скорости она вот эта модель пилок уступает той то не могу показать потому что пришла в негодность выкинул вот и еще то что я купил понимаю что уже долго затянул но хочется показать все поближе подетальнее как бы такие видео я сам просто люблю когда люди вот каждый нюансики показывают и ты вот смотришь ага вот это вот это вот это а там не показали другом масса роликов выходит на каких-то вещах люди не показывают а хочется посмотреть поближе прежде чем покупать в общем позавидовал я на такие пилки с особенность в чем посмотрите с обратным резом во-первых направление зубьев расположен как и они мелкие что здесь показано здесь экстра чистый криволинейный рез расчет идет на том что во-первых тело пилочки видим до тоньше и рабочий ход у пилочки получается она обрезать волкну и вперед и подчищать за собой вот этими зубьями то есть по идее я думаю что и скорость пиления должна быть повыше чем у обычной здесь вот зуби тоже они идут в принципе мелкие но видно острющие вот и они попарные такие вот посмотрите вот но соответственно материал пластик различные панели я думаю что это прям неплохо должно пилиться покупал их для фанеры чтобы чисто по фанере работать потому что сами знаете фанера вообще очень скалывается во всех направлениях когда ты работаешь ней а здесь довольно мелкие зубья на высокой скорости я думаю что должно быть неплохо почему для покупал для фанеры виделись на канале я там скворечники различные делают там подарки вот и неважно работать по фанере чисто вот чтобы потом очень много не шлифовать в общем вот так вот наборчик это чисто моих пилочек упаковывает назад кто хочет что-то добавить пожалуйста пишите комментарии что какой смазку вы используете я показалось нас какую я использовал и буду использовать сказал что по что не понравилось ну какие фирмы я использую почему эти ну вот такие покупал как я говорил были и других фирм ничего плохого не про кого не могу сказать есть нюансы где понравилось где не понравилось но опять же я ими всеми работаю выбирайте что вам нравится я кратко характеризовал все что я использовал и на что обратить нюансы при выборе пилок и как пилить имейте ввиду если кому-то что-то нужно более подробно рассказать и напишите комментарий простите за длинное видео всем спасибо кто досмотрел класс подписка колокольчик все по традиции ну и комментарии конечно всего доброго